Я выступил как автор этих 20 км в час ненаказуемых И обратил внимание коллег на то, что возникают все чаще заявления И озвучиваются планы возвращения к 10 км в час И все говорят, опять же, на Западе же нет такого На Западе и взятки полицейские не берут И на Западе никто не ставит знаков, ограничивающих скорость на федеральных трассах А у нас, ради бога, идешь 90 или 110, бах, 50 км в час Или ремонт стоит, ремонтная работа Ремонтом там и не пахнет, давно он сделан, или его не было, или еще не будет полгода А уже стоят знаки и камеры Поэтому я сказал, что было бы правильным И, кстати говоря, после моего выступления было протокольное поручение принято И мы с Евгением Сергеевичем Москвичевым провели двумя комитетами общественное слушание И фракция Единой России, я член фракции, не член партии, а член фракции На сегодняшний день она может измениться, конечно, но политика такая вещь Но на сегодняшний день позиция фракции не менялась Мы готовы обсуждать тему возможного снижения Потому что некоторые СМИ написали, что Лысаков согласен Нет, я не согласен абсолютно Я готов обсуждать эту тему, но только после решения других актуальных проблем Прежде всего, это аудит уличной дорожной сети И Черников, кстати, с этим согласен, он тоже высказывался по этому поводу Это первое Второе, необходимо убрать с дорог эти капканы, ловушки Потому что эти знаки, это ловушки просто Они стоят, слушайте, населенный пункт, ну вообще непонятно где Вот там в стране ограничение 60 Да там никто не ходит даже Там барьеры металлические Почему я должен сбрасывать до 60? Вот я в Греции был, там 90 мимо населенных пунктов со свистом Но люди же тоже не дураки, не прыгают уже на дорогу Но есть переходы там подземные, наземные и так далее Ну знак ладно, если еще стоит населенный пункт Но даже камера на знак направлена Человек увидел, сразу оттормаживается Создает опасную ситуацию И вот сзади в него могут въехать Он же не видел, что это населенный пункт Он сразу появился, сразу знак Нет, чтобы хотя бы буферную какую-то зону 200 метров после знака Чтобы человек, да, сбросил скорость Нет, его сразу снимают на В пределах этого знака Получается экстренное торможение Но это неправильно А дальше едет, просто стоит знак ограничения Почему он, с какого он, будуна вообще там появился Для того, чтобы деньги собирать Потому что это ловушка, это кормушка Вот Но эти-то вещи надо убирать с федеральных трасс И самое главное Почему у нас скоростной режим до сих пор остается таким Какого нет нигде, ни в одной стране Белорусы, приезжающие в Белоруссию 120 и плюс 10 С ветерком Дороги такие же, такого качества, такой же категории Но я до Белоруссии пока доеду Я прокляну всех, вся и так далее И потому что 90 и все И не километр Но еще хорошо там Еще 20 мои, там хоть 110 идешь Ну, если 10 возвращать Давайте 110 сделаем 130 плюс 10 Прекрасно По Новой Риге 110 идем А по Минке 90 и все Ну, специально же сделано И вот там Автодорию расставили Потому что люди не выдерживают этого Ну, прекрасная дорога Ну, что пилить, тошнить-то Конечно, разгоняются Потом притормаживают перед населенным пунктом А средняя скорость уже вычитана Не все же об этом знают Бах, тебе штраф пришел Иди, милый, обжалуй Вот, ничего ты не обжалуешь Поэтому можно эту тему обсуждать Снижение с 20 до 10 Хотя 20, я считаю, дает возможность водителям Особенно профессионалам Не смотреть в спидометр А смотреть за дорогой А сейчас, когда камеры Чихнешь камеры Чихнешь камеры Люди будут 10 давайте введем Сейчас люди будут смотреть в спидометр Никто за дорогой не будет смотреть Это еще будет Хуже будет С точки зрения того Что уже многие к 20 привыкли Потом же никто же не заставляет Плюс 20-то ехать Ты выбирай безопасную скорость Если у тебя 60 и плюс 20 Да Ну ты можешь ехать 79 Да Ты можешь ехать 65 А можешь 40 ехать Если скользко Тебя же никто Ну надо головой же Голову включать Поэтому Вот давайте сначала Повторяю Аудит уличной дорожной сети Аудит знаков Убрать эти кормушки Дать возможность ГАИ Полномочия вернуть По согласованию планов И проектов Организации дорожного движения На предмет соответствия Правилам и законам федеральным Редактор субтитров А.Семкин